друзья приветствую всех на торговой сессии вторника мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал о маркет составлять ваши вопросы в секции с комментариями не забывайте ставить лайки ну что ж буквально в считанные минуты мы узнаем какое решение примет конгресс относительно новых мер экономического стимулирования какой будет реакция я думаю что очевидно при согласовании нового пакета фискальных стимулов почти на один триллион долларов нужно ожидать позиционного ослабления курса американской валюты другой вопрос насколько эта новость уже заложена в динамике доллара ведь индекс американской валюты остается под серьезным прессом уже несколько месяцев подряд я думаю друзья то что возможно какой-то молниеносной реакции по баксу мы а сразу же не увидим но очевидно что при согласовании пакета фискальных стимулов на 900 миллиардов этого будет достаточно чтобы вспомнить про всю фундаментальную слабость бакс и осознать то что в 21 году мы будем работать с точно такой же траектории снижения с прежним прессом который оказывается на баксы в общем нисходящие тенденции факторов по которым доллар продают очень много это его перекупленности это политика инфляционного таргетирования который упирается в ключевой процентную ставку фидрезерва много раз я уже рассказывал друзья если американский регулятор не хочет сейчас сам повышать процентную ставку и собирается удерживать ее крайне низкой возле нуля на протяжении нескольких лет подряд это значит то что столько же лет они будут расти доходности американских облигаций следующий фактор это отсутствие целесообразности в операциях керри трейда которые ранее поддерживали американский доллар сейчас из-за того что ставка опять же лежит ниже плинтуса конечно же керри трейд уже не интересен поэтому я абсолютно не сомневаюсь друзья что индекс доллара вступают в новую многолетнюю фазу а в течение которой мы увидим всю мощь вот этого фундаментального ослабления причем если забегать уже на 21 год я ориентируюсь на то что индекс доллара окажется не только ниже уровня 18 года это примерно 88 и чуть пониже я вовсе ориентируюсь друзья на а то что индекс доллара постепенно начнет смещаться в район исторических минимумов которые находятся в диапазоне семидесяти пяти восьмидесяти пунктов туда мы реально можем прийти особенно если тот новостной фонд который мы продолжаем обсуждать относительно к вида новых штаммов влияние пандемии локдаунов и жестких карантинных ограничений на перспективу восстановления мировой экономики доллар будет оставаться уязвимым еще вследствие фундаментальной слабости и вот этот вот пакет на 900 миллиардов можно считать что он уже принят друзья как бы заочно хотя новости ждем вот-вот фактически уже голосование прошло в палате представителей вот сейчас сената вынесет свой окончательный вердикт но уже по предварительным голосам которые я видел большинство уже за то чтобы проекта поддержать 900 миллиардов нормальная сумма это деньги которые пойдут на единоразовые выплаты на повышенные пособия по безработице на поддержку малого среднего на бизнеса и так далее повлияет ли это чудесным образом на экономическую активность в штатах повлияет но только если те вакцины которые были разработаны файзером модерн и астрозенекой дойдут до конечного пользователя на американском рынке и помогут победить ковид если же нет то все-таки проблемы будут всплывать вновь и вновь и через какое-то время возможно друзья уже в феврале в марте мы снова вернемся к тому а не стоит ли конгрессу еще например выделить денег на пару триллионов долларов поэтому в сухом остатке у нас получается уязвимая американская валюта индекс доллара 90 17 сейчас пунктов ждем закрепление ниже 90 по золоту ставка тоже мы ожидаем восстановление и движение выше отметки 1950 опять же при тех ожидаемых и прогнозируемых денежных инъекциях у рынка драгоценных металлов только одна цель один вектор их уровни потенциальные до которых золото может добраться нефти вот вчера мы говорили о том что наконец-таки началась коррекция ну вот после снижения ниже 50 по бренду сейчас сам бренда смог немного восстановиться хотя если сравнивать текущее значение с локальными максимум буквально несколько дней назад на уровне 52 45 можно сказать что бренд просел почти на 3 процента и это нормально друзья при том что сейчас а на рынке обсуждается локдауны ограничения напоминаю что в англии введен самый жесткий карантин локдаун вообще за все время то есть даже в начале двадцатого года не было четвертого уровня карантина когда фактически весь и вся восточная часть англии закрыта лондон закрытый и несмотря на то что восс пытается нас успокоить тем что новый штамм коронавируса не такой уж разрушительный как сейчас пытались и многие преподнести но не бывает дыма без огня друзья не просто так все страны сейчас приостановили авиасообщение с великобритании что-то это точно значит поэтому в отношении мировой экономики в отношении того что экономическая активность остается поддавленной а спроса тоже остается под прессом ограничения продолжают действовать и если окажется так что новый штамм коронавируса чувствителен менее точнее чувствительно к вакцинам от фазер друзья мы в двадцать первом году будем работать точно с таким же новостным фоном а что и в двадцатом году то есть промышленности будет в упадке самолета будут стоять в ангаре не будет спроса на авиационное топливо и не будет фактора поддержки долгосрочной для котировок нефти напоминаю что спрос на авиационное топливо это главный индикатор потребления энерго сырья поэтому а если вас интересуют друзья такие сценарии маловероятные но интересные чтобы их обсудить есть допущение предположение что котировки нефти реально при повторении событий двадцатого года снова могут уйти приблизиться сначала к нулевым отметкам или даже оказаться потенциально на отрицательной территории евро против доллара 1.22 21 продолжаем покупать и здесь нам на усиление пришли инвестбанки сити напомнили про цель 1.25 голлман сакс пересмотрели цель на 21 год с отметки 1.25 до уровня 1.28 я разделяю целевой ориентир 1.25 но думаю что до конца этого года все-таки это значение мы не увидим в первом квартале 21 года более чем реально фунт против доллара 1.3396 здесь короткая позиция в приоритете друзья напоминаю что локдаун это очень серьезный вызов для экономики потому что ранее были надежды на то что в праздничные дни потребители начнут активно тратить это простимулирует розницу и поможет экономическому восстановлению как это обычно бывает в рождественские праздники но из-за локдауна людям нельзя выходить из дома поэтому на розницу ввп уже рассчитывать не может экономическая рецессия почти неизбежно и все это усугубляется еще темой вокруг на брекзита вчерашнее движение фунта сначала падение на 300 пунктов потом такое же восстановление вот опять сегодня мы видим снижение это новости касательно того готова ли англия пойти на уступки по вопросу рыболовства и вот последнее предложение на котором ранее британская валюта восстановилась это предложение англии с о том что они разрешают сохранить а квоты на вылов рыбы на уровне шестьдесят шесть процентов это друзья не устроил европейский союз которые настаивали на сохранение квоты на уровне 75 процентов то есть какие-то жалкие 10 процентов и фактически снова мы откатываемся к отсутствию какого-то компромисса и к тупиковой ситуации в этом самом громком политическом брак разводном процессе современности если сделки не будет друзья то с 1 января жесткий брекзит неизбежен и дальнейшие отношения будут развиваться по принципам в то то есть с применением тарифов и серьезных таможенных ограничений хотя по позиции джонсона последний в принципе англии не против того чтобы новая веха в торговом партнерстве с европейским союзом развивалась именно по такому сценарию но еще две сделки которые нас в работе доллар канадец 1.2875 мы ждем отметку 1.30 почти добрались до нее накануне локальный максимум был 1.2955 и новозеландеца покупаем 0.7059 цель 0.72 тоже друзья на этом собственно все хорошего торговой сессии все пока